Сезон высадки растений подходит к концу, так что сейчас самое время задуматься, кого еще вы бы хотели поселить на своем дачном участке. Черешня, малина, смородина, сливы и даже орешник решать только вам. Однако, чтобы растение прижилось, нужно внимательно подходить к выбору саженцев. Конечно же, саженец должен быть свежим и неподсушенным. На его теле не должно быть ни следов от вредителей, ни очагов болезней. И особое внимание нужно уделить корневой системе. В идеале она должна быть закрытой землей или глиной. Если же корешки открыты, растение может и не прижиться. Если вы его сразу не посадите, забудете о нем. Либо посадите, забудьте полить вовремя. Либо он уже простоял у нехорошего продавца недели, две, три. Все это в пакете, либо где-то в мешке с засохшими корнями. Ну, конечно, он будет страдать. Есть вероятность, что он не приживется и умрет. С посадкой растения тянуть не стоит. Посадить его нужно сразу после покупки, в крайнем случае на вторые сутки. И, конечно же, хорошенько пролить. При покупке не помешает проверить имеющиеся у продавца документы на растение. Добросовестный продавец никогда вам в этом не откажет. Покупатель может даже приехать к нам домой и посмотреть, как все это у нас растет. И мы их зачастую к себе и зовем, потому что ассортимент дома больше. У нас есть справки о том, что у нас есть участки, на которых все это выращивается. Что мы действительно там проживаем, что эти саженцы наши, я думаю, что это и видно. Потому что нет какой-то стандартной упаковки, как из тепличного хозяйства, либо из оранжереи. Но цена доступнее. Все эти саженцы нами выращены, привиты, перезимовали уже некоторые. Необходимо учитывать, что вкусовые качества фруктов и ягод во многом зависят от соответствия агроклиматических условий требованием сорта, породы, вида. Особенно это важно, если речь идет о яблонях и грушах зимнего срока созревания. При сильном несоответствии сорт может просто не принести плодов. В любом случае, высадка новых растений – это целая наука. И не будет лишним перед началом сезона освежить свои знания при помощи специальной литературы или садоводческих сайтов. Ирина Ковалева, Станислав Кутряшов, телекомпания «Город».